Алло. 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 Это Магомед. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Меня Артур зовут. Рознакомствую. Я вам звоню по проекту Финника. Магомед, скажите, вижу, проходили регистрацию. Что вы, физики? Какие физики? Что за это? Одни физики, да? Как вы сказали-то? Как вы можете? Вы бы очень быстро говорите. Фи-ни-ко. Фи-ни-ко. Вы у нас в регистрации. Да. Это мы деньги зарабатываем. Деньги зарабатываем вместе с людьми. Ага. Ага. Я понял. Вы слышали о нас? Где я слышу? Да я где слышу. Ну, может, у вас знакомые, какие работают с нами. С нами почти вся Россия работает. А где у вас склад? Это в каком городе у вас склад? Может, я там помню, у нас складе. Мы здесь в каждом областном центре. В каждом абсолютно. А в Сыктывкаре у вас есть склад? Я в Сыктывкаре как раз вчера работаю. А у вас есть склад? Вы в Сыктывкар ходите? Ну, у вас в Сыктывкаре есть склады. Вы говорите, в России, в России. У вас в Сыктывкаре есть свой склад? Ну, так у нас не склад. Про какой вы склад говорите? Ну, так вы же, видите, продовольственная вот эта мерчендайзер, который, или кто вы? А, вы что, вы смеетесь с меня? Нет, я же вам говорю, компания, которая деньги зарабатывает людям, с нами в России работает. Ну, я же говорю, да, ну, что вы, Николай, ну, вы же, мы же вчера с вами разговаривали, ну, по поводу поставки вот электрооборудования на ваш завод. Я сказал, меня Артур зовут. А, Артур, ой, я перепутал. Хорошо, хорошо. Так это не вы, значит, ну, хорошо. Так вы, что вы, давайте вы меня просто поставьте в курс делать, что за организация-то вы? Так, смотри, на самом деле, вы у нас зарегистрировались, а что за организация, не знаете. Зарегистрировались где это, где, в каком городе-то, что это было-то вы мне скажите, дорогой, пожалуйста. Да, не в городе, вы же в интернете, вы интернетом пользуетесь. Ну, все пользуются, конечно, ну что же. Ну, так вы зарегистрировались, вы зарегистрировались у нас, по крайней мере, в интернете, через интернет, вы ведь не ходили в них. Ну, хорошо. Ну, что такое дальше в интернете? Прекрасно. Что такое? Мы являемся инвестиционным фондом. Люди открывают свои скиталы, у нас пополняют их, и потом получают ежемесячно проценты той суммы, которая у них находится. Как вы сказали бы, регистрационный фонд? Не, инвестиционный. Не, вы сказали регистрационный фонд? Регистрационный. Не, не, не. Давайте по буковке, по буковке. Давайте со мной. Буква И. Не, 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 а буква И. Инвестиционный. А, инвестиционный? Инновационный? Не, 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 давайте по букве, Макиме. Поплохо очень. Погодите, Погодите. Инновационный фонд? Вы инновациями занимаетесь? Вы мне объясните, просто по инновациям это... Не, не, а вы можете... Магомед, повторяйте за мной. Не спешите. Куда вы идете? Вы же не туда идете. Повторяйте за мной. Куда идете? И. Дальше. Дальше буква В. Ну, давайте дальше по инвестициям. Что вы мне хотите предложить по инвестициям? Инвестиции. Давайте поговорим вместе. Валерий, Валерий, что вы мне хотите по инвестициям предложить? Инвестиции. Ну, подождите, Магомед, я ж ваше мнение правильно говорю. Магомед, правильно? Правильно Но если бы я ошибку делал Вам бы неприятно было Вы думали, что я вас не уважаю Ну конечно, друг Я забыл, как вас зовут, как вам обращаться Николай, я не помню Артур Я просто с клуба только недавно приехал У меня бачка вся раскалывается Ну-ну-ну, хорошо А сколько вам лет? Много мне лет, много Давайте поближе к делу, пожалуйста Что вы мне по инвестициям Хотите предложить, какие партсели И что там? Да, никаких особо партселей Пока у меня... А вы, ну давайте Вы уже готовы инвестировать? Если готовы инвестировать Ну секундочку Ну подождите, Артур Подождите, ну что вы Вы звоните, непонятный мне человек Непонятный номер Вы кто? Что за организация? Что вы мне хотите предложить? Ну я же повторяю вам вопрос Мне подробно, пожалуйста О организацию И что вы мне хотите предложить? Я каждый раз, как вы мне задаете этот вопрос Я вам даю ответ Ну давайте, конечно Я просто не понимаю Слушаю, конечно Финника Финнико Так, хорошо Финнико Это я понял Финнико Знаете, что такое? Скажите Ну я же говорил, что нет Ну что вы? Третий раз Вы у нас регистрацию просто проходили Я думал, что вы понимаете Ну хорошо, хорошо Все, хорошо Что вам про эту компанию? Вам про компанию что-то рассказать? Ну, да Вы как раз не уверены ответили? Все, хорошо Артур, можете не говорить про компанию Можете не говорить про компанию Хорошо, не хотите, не говорите Не вопрос вообще Нет, так я подготовился уже Вы мне позвонили Предложить какую-то деятельность Правильно? Магомед, я вам не позвонил Вы у нас зарегистрировались Позвонили же мне сейчас, Артур Вы мне позвонили сейчас Да Вы мне хотите предложить Вы мне хотите предложить какую-то деятельность Я понял вашу мысль Я понял вашу мысль Давайте я вас поправлю Конечно Я не хочу вам предложить какую-то деятельность Люди, которые у нас регистрируются, это значит, что они хотят уже проводить деятельность вместе с нами. Вот, понимаете, в чем дело? То, что вы мне сейчас задаете вопрос, я вам на них отвечу, только вы никуда не спешите, я же пытаюсь вам ответить. Я понял, поэтому давайте, ну, просто ближе к делу, вот и все. Да мы уже в делу прям стоим впритык, вы просто меня отвлекаете все время. Я понял, Артур, давайте еще раз просто обозначим. Система работает по принципу прогнозируемых рисков, которые управляются статистикой децентрализованных продуктов. Понимаете, о чем речь? Ну, конечно, понимаю. Доход начисляется ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, работая с нами. Задача каждой системы достигать доходности порядка 5% в день от суммы, которая на вашем счету. За каждым продуктом, по которому вы выберете у нас, будет работать команда узконаправленных профессионалов. Эксперты в сфере криптовалюты. Слышали что-то про криптовалюты? Да, слышал, да. Супер. Вот они обеспечивают максимальный доход социальных стратегий торгов. Также у нас есть вторая команда, которая специализируется на спекулятивных валютных парах. Про валютные пары, про торговлю на Форексе. Слышали что-нибудь? Слышал, слышал. Замечательно. Понимаете, о чем речь? Килограммы золота, фунты. Фондовые рынки. Есть у вас акции по фондовому рынку? По фондовому рынку? Да. Ну, при желании от определенной суммы вам помогут сделать инвестиционный портфель по тем срокам, которые вас интересуют. У нас не только фондовый рынок. Вы можете зайти на рынок облигаций. К примеру, по облигациям у нас сегодня люди получают выплаты по 25 долларов, купив облигации всего лишь на 7-8 долларов. Я вас перебью, Артур. Меня интересует только фондовый рынок. Если нет, то значит не надо ничего. Если есть, то можно дальше. Да, есть фондовый рынок. Хорошо. Если вас интересует исключительно фондовый рынок, я закрепляю с вами эксперта. Не знаю, может вы к нему будете изначально относиться скептически и не доверять ему, но попробуйте с минимальной суммой поработать с ним. Поговорить о фондовом рынке, открыть пару позиций по тем компаниям, которые мы вам дадим. И вы дальше работаете. У эксперта есть основная задача. Его основная задача – это привести вас к какому-то ежемесячному доходу. Именно в объеме, а не в процентах. Потому что его доход – это процент от вашего дохода. 5% он будет получать от того, что получаете вы. Поэтому в целях эксперта сделать так, чтобы вы зарабатывали хотя бы 1500 в месяц. Интересно, будете работать с фондовой, но сами понимаете, фондовый рынок требует большого капитала. Вы в начале нашего разговора показали недоверие нам, говорите, что за компаниям, все остальное. Нет, это нормально. Это нормально, все хорошо. Я в таком случае вам рекомендую тогда поработать первое время, к примеру, на московской бирже. Бирже про Америку, про Текахскую, про Лондонскую. Мы с вами говорить пока не будем. Поработайте на территории РФ с минимальной суммой – 20000 рублей. Работайте столько, сколько хотите. Никто вас к чему принуждать не будет. Я уверен, что через месяц вы уже сами захотите доинвестировать полмиллиона и работать на американской бирже. Ну, допустим. Ну, это я вот вам так. Вы у вас такой быт, вы так по-быстрому ближе к делу, ближе к делу. Я потому вам уже так сказал. Я понял. Какие у вас есть вопросы? Они у вас есть по-любому. Отвечайте. Это человек конкретный. Самый приятный, потому что с большим удовольствием отвечу. Конечно, Артур. Так вы, ваша Финника – это что-то, брокер или что это такое? Нет, не брокер. А кто вы? Нет, не брокер. Я вам говорил, это просто фонд. Фонд? Смотрите, у нас есть два формата работы. Давайте сразу определимся. Я вам уже о каком буду рассказывать. Или Финника будет, или не Финника. Финника – это полностью автоматизированная программа. То есть вы ее включили, и все, ничего не делаете, ничему не обучаетесь, просто получаете процент. Точно так же, если вам, к примеру, это неинтересно, если вам интересно работать в ручном формате и получать обучение, чтобы разбираться в фондовом рынке. Я могу вам дать площадку, где за вами будет закрепляться эксперт, и вы будете работать уже вместе с экспертом. Да мне не надо обучения, Артур. Мне зачем мне обучение? Я не могу понять пока. Артур, смотрите, давайте я тебе… Можно я скажу два слова? Мне, чтобы выход на московскую биржу, я не понимаю, вы для какой цели мне нужны. У вас есть выход на московскую биржу, и почему бы вам нужны? Да, зачем вы мне туда нужны? У нас порядка 300 аналитиков. А эти аналитики… Вы вас поняли. Мне, понимаете, я вас перебью, простите меня, пожалуйста. Мне аналитика не нужна, как бы, я сам как бы понимаю, понимаете, что это. То есть я думал, вы брокер, понимаете? Я, видимо, не так друг друга поняли. Мне нужен… А вы брокера ищите? Ну, мне надо выход на московскую биржу, да. Нет, так-то аналитика мне не нужна, зачем? Не нужна, я сам знаю. Как это? Ага. А? Вы очень удивительный человек. Вы не знаете, где можно найти выход на московскую биржу? Ага. Не, не знаю, нет. Это ж, это ж, это как мусор на улице, господи. Вы можете через любой вообще, через любой, через любой дилинговый центр выйти на московскую биржу. Ага. Это же нет никаких ограничений. Даже с 500 рублями. Ага. Сколько у вас? Какой суммы вы планируете начинать свой путь? Ну, я не знаю, пока ничего не планирую начинать. Пока я пытаюсь понять, что вы мне хотите предложить. Понимаете? Так, я вам объяснил аналитика. Вы говорите, аналитика вам не нужна. Вам нужен выход на московскую биржу. Хорошо, хорошо, ладно, хорошо. Если будет у нас с вами сотрудничество, ну, в чем оно будет заключаться, я не понимаю. Выбирайте сами. Я вам сказал, есть полностью автоматический вариант работы. Есть ручной, где за вами будет закреплен аналитик, вы будете работать вместе с ним. Допустим, автоматический. Тогда что надо делать? Ну, тогда у вас будет доходность порядка 25%. 20-25% в месяц. В месяц 25%? Да. А это зависит от суммы депозита? Нет. Все равно будет 25%? Да. А минимальная, это минимальная 25% или максимальная 20%? Максимальная нет, минимальная есть, это 20 тысяч. 20 тысяч? Процентов, я говорю, про проценты. А, вы про проценты говорите? Да, про проценты. Минимальная процентность по доходу. Да. 20%? 20%. А максимальная сколько? Максимальная. Ну, максимально у меня есть случаи, где на некоторых инструментах зарабатывали 100% и 130%. Хорошо, я понял. 20% за 100%. Хорошо, но меня, в принципе, заинтересовало, как нам начать дальнейшие, какие мои шаги, что надо делать. Я вас добавляю в WhatsApp. У вас есть WhatsApp? Да, WhatsApp для чего нужен нам сейчас? Да, ну, чтобы я у вас был, скажем так, на коротком поводке, на короткой ноге, чтобы в любой момент, когда вам понадобилось что-то узнать, вы писали мне, я за вами закрепляюсь, как ваш аккаунт-менеджер. Хорошо. И в зависимости от того, как поработаю с вами, зависит моя зарплата. Поэтому я буду работать хорошо. И еще что. Вам нужно, во-первых, определиться суммой, минимальная сумма 20 тысяч, я вам говорил. И нужно будет пополнить свою карту, потому что активация происходит через карту. На эту сумму. Как понять пополнить свою карту? Какую свою карту пополнишь? Ну, каким банком вы пользуетесь? Ну, я пользуюсь российским. Как понять пополнить свою карту? Что это значит пополнить свою карту? У вас пластиковая карта есть? Visa, Mastercard, мир. У меня есть, конечно, банковская карта. Вот ее пополнить надо. Для чего? На ту сумму, на которую вы будете. Чтобы инвестировать, Магомед. Нет, но у меня и так на ней есть деньги. Я не понимаю. Зачем не пополнять свою карту, на которой есть деньги? Я не могу понять. Зачем? Ага, вот так вот. Ну, я вам это сказал просто на всякий случай. Мало ли, вдруг вы... Нет, у меня есть карта, на которой деньги, естественно, есть. Ну, а дальше... Все, хорошо. А с какой суммой вы будете активировать счет? Ну, я еще не решил. Дальше как это будет, ну, дальше-то что? Карта... Что будет после того, как вы пополните свой депозит? Ну, как это происходит пополнять депозит? Как это происходит? Как покупка в интернете. Вы... Нет, давайте так, есть два способа. Первый способ, это как покупка в интернете. Вы вводите реквизиты карты, вводите 3D Secure-код вашего банка и проводится перевод средств. С карты на ваш торговый баланс. Либо вы... Что-что? Ну, второй способ какой? А второй способ, это если у вас там карты с собой рядом нет или еще чего. Я вам даю реквизиты, вы делаете перевод с реквизитом, средства вам точно так же начисляются. Каким способом будете пополнять? А реквизиты чего вы даете? Реквизиты чего? Это будет транзитный счет ваш. Это как понятно, транзитный счет? Что же транзитный счет? А это вот транзитный счет вам, он на человеке финансового департамента. Есть открытые счета. Вы просто делаете перевод на него, отправляете квитанцию, и вам средства уже засекаются на ваш счет. Вы проходите перификацию, и это полностью... Я отправляю деньги, просто... Я отправляю деньги какому-то просто человеку, и я должен поверить тому, что человек это положит деньги на мой торговый счет, правильно? Да, он из финансового департамента. А, то есть просто я поверить на слово, что он положит деньги, да? То есть просто поверь мне. Ну, в таком случае вы можете провести оплату, просто оплату в интернете как? Что значит... Подождите, Артур, что значит оплата в интернете? Я же не магазин, я же не шапку покупаю или... Вы не магазин, поэтому вы платите. Ну, а как оплату? Магазин принимает оплату. Нет, а как понять оплату в интернете? Ну, вы когда-нибудь покупки в Алиэкспресс делали? Я по-разному, конечно, но все люди делают, Артур, но все люди пользуются... Ну, все, так еще вопросы. Вписали номер карты, срок действия, CVV, ввели 3D-секюр и все. А куда вписал? Куда? Куда? В терминал платежный. Никогда не видели их. А где? А в какой терминал? В каком это надо? Любой? Сбербанк терминал, альфа-банк терминал. Какой терминал? Нет, вы запутались. Причем здесь Сбербанк, альфа-банк. Так я не могу понять, Артур, вы мне, ну, объясните, как идет пополнение моего счета. Ну, вот как раз для тех людей, которые у нас не могут понять, как проводятся оплаты в интернете, вы можете сделать пополнение через транзитный счет. Как вот это, через кредитное счет пополнение, так как? Ну, я вам объяснил только, что вы делаете перевод, даете квитанцию, присылаю вам за счет. Нет, секундочку, Артур, подождите. Я перевожу деньги какому-то человеку, и он мне говорит такое, не волнуйся, Магомед. Не волнуйся, Магомед, я твои деньги положу туда, куда тебе надо, да, или как? Так, что ли? Ну, хорошо, давайте сделаем по-другому. Нет, подождите, это не так-то несерьезно, Артур. Как это я буду переводить деньги как к человеку, которому я не знаю? Как это так вообще? Магомед, ну, если для вас это несерьезно, то для вас это несерьезно, нет, а что? Артур, а какие гарантии? Подождите. Хорошо, давайте я переведу человека к какому-то Иванову, там, допустим. А какие гарантии, что он мне положит эти деньги на мой счет? Где гарантии? Когда эти гарантии тогда? Я, пожалуйста, я не могу поверить на слово, правильно? Человеку, который мне позвонил, которого я не знаю. А какую гарантию хотите? Дайте гарантии тогда какие-то, ну, Артур, ну что вы? Ну, а какую гарантию хотите? Ну, какие они у вас есть, у вас же предусмотрен такой способ перевода денег, средств. Значит, у вас есть какой-то способ, значит, какие-то документы должны быть предоставлены. Ну, используйте другой способ перевода денег. Давайте другой, хорошо, если не этот, я не знаю, зачем вы сказали это. Ну, вот. Хорошо. После того, как вы пополняете свой баланс, с вами связывается эксперт, настраивает вам уже либо автоматическую программу, либо вы будете с ним работать вручную. Я это понял, понял. Подождите, я вас перебиваю. Как пополнять баланс, я так и не понял. Про человека, которому я проявляю. Ну, так вы с вами обсудили, вы будете проводить оплаты в интернете. Оплата в интернете производится? Ну, понятно, да, через карту. Карта, куда я перевожу деньги? Как я перевожу деньги? Уже на свой торговый счет сразу. Вы можете знать, что это делать. Я уже 10 раз спросил, как это происходит, вы не можете сказать, я не могу понять. Да, смотрите, вы, если там что-то переживаете или до конца не можете понять что-то, вы можете сделать транзакцию сначала пробную, там, на 2 тысячи рублей, к примеру. Да, какая разница, Артур, хоть 2 рубля. Как это делается? Технически вы не можете на слова рассказать? Как деньги переводятся? Я 10 раз спросил. Я вам объясняю, вы открываете терминал по оплате. Это что за терминал? Где терминал находится? Ну, я вам его отправлю. Вы туда вводите реквизиты. Это онлайн терминал какой называется? Ну, конечно, онлайн. Так, хорошо, по терминалу, по которому называют терминалу, я отправляю деньги. А куда я их отправляю? Уже себе на торговый счет. А торговый счет в каком банке будет находиться? Банк какой? В одном из... Сейчас вам сказать не могу точно. Не понял. Вообще сейчас не понял. Смотрите, у вас будет создаваться отдельный счет. В одном из европейских банков. Что это сейчас, я вам не могу сказать. Варклайс, а чей дольте банк? Секундочку, Артур. Момент. У меня что-то в голове теперь вообще... Все, каша. Я, значит, пополняю свой баланс на вашем терминале. Ввожу деньги на депозит. Банк, который вы не знаете, куда я перевожу? Это как это понять? Как это понять? Как это я не знаю, куда перевожу деньги? То есть банк, какой-то банк, который я не знаю? Или как это понять? Как это понять? Что это такое? Нет, я этот банк знаю. Ну так скажите мне, что это банк. Есть три банка. Какой из этих трех банков будет, я не знаю. Но есть три банка. Вот так вот. Нет, я понимаю, что вот так вот. На вопрос, как это. Я буду переводить деньги, а куда переводить, я не знаю. Правильно получается, да? Ну тогда, когда вы сделаете транзакцию, я вам скажу, где у вас будет сегрегированный счет. Сегрегированный? Ну какая разница, ну пускай он будет сегрегированный. Ну все равно какой-то банк, я же должен знать, куда перевожу деньги. Хоть он сегрегированный. Да, так тогда, когда вы сделаете транзакцию, мне система выдаст, какой банк будет являться гарантом ваших сбережений и следств. И следу вам... Артур, это все прекрасно, это все хорошо. Но вы, видимо, плохо понимаете, ну или я плохо понимаю, знаю. Ну, прежде чем переводить, мне нужны... Мне же реквизиты нужны мои, правильно? Моего счета банковского, куда я перевожу. Мне же должны быть реквизиты. Ну так. Ну, хоть это сегрегированный счет, хоть не сегрегированный. Мне должны реквизиты быть моего банковского счета. Так, ну, дайте мне эти реквизиты тогда. Я же не должен их знать, правильно, чтобы переводить. Да, все верно. Я вам отправляю терминал. Вы в момент того, как проводите оплату, когда у вас происходит списание, один из троих-четверых банков принимает эти средства и начинает с вами работать. Так а реквизиты-то мои где? Нет, ну, чтобы перевести мне реквизиты нужны моего счета банка. Понимаете? Так, да, я вам их отправлю. Но у вас это как будет? Как оплата в интернете. Вы вводите данные в свои карты и все. Вы реквизиты видеть не будете никаких. Как это не буду видеть, Артур? Реквизиты моего счета банковского. Как это нет реквизитов? Куда я деньги-то перевожу, я не понимаю. Ну, я же вам говорю, будет... Деньги, когда деньги переводятся с карты, они переводятся либо на пизлицо, либо в банк. Ну, в вашем случае в банк. Либо на юрлицо. Так вы не переводите деньги. Так я же вам говорю, вы не переводите деньги, вы проводите оплату в интернете. Оплату чего? У вас магазин, что ли? Выполнение твоего счета. Да, как магазин, все верно. У вас магазин, а что я покупаю? Ничего вы не покупаете. Да, конечно. Да, вы покупаете, да, вы покупаете валюту. Валюту покупаю. За 20 тысяч рублей вы покупаете доллары, да. То есть у вас магазин уже теперь стал? Нет, вам просто удобнее называть это магазином, называйте как хотите, мне это все равно. Понятно. А ваша компания, я... Ваша компания, она... Что за компания Феникл? Она что за компания? Где вы? Вы... Какая компания? Российская или не российская? Российская. Российская. Вы не уверены так говорите, друг? Не уверены. Ладно, это же, да. Ну... Вы тоже не уверены говорите. Да, я вообще не уверен в себе, в себе человек. Ну, так надо быть уверенным. Да, конечно, надо. Безусловно, российская. Что там? Ну, так давайте вперед. Меньше вопросов. Да, конечно, меньше. Какая... Где у вас адреса? Где вы находитесь? Да. Если вам интересен Сыктывкар, то... Сыктывкар, улица Гаражная, 9. А вы что, в каждом городе у вас там находитесь? Да. А в Санкт-Петербурге где? А вы сейчас где находитесь? Да вы скажите мне адрес, где вы в Санкт-Петербурге. Описывай. Ну, вы спросили по Сыктывкаре. Я вам ответил Сыктывкар. Может, вам еще Санкт-Петербург и все города перечислять? Нет, друг, Артур. Ну, я в Сыктывкаре был раньше, понимаете? Я на приборку буду похож. Послушайте. Проспект Королева, 61. Как еще улица в Питере как? Проспект Королева. Проспект Королева дальше как? 60 дней. А там что это? Пиздец-центр? Что это? Приедете, увидите. Да вы сказать-то можете. Ну, так я ж не был там. А, вы там не были? А вы-то откуда звоните? Ну, что? Краснодар. Что? Откуда? Какой город? Откуда звоните? Алло-алло. Я ей говорю, откуда звоните? Вы-то из какого города звоните? Краснодар. Краснодар. Понятно, Краснодар. Ясно. В Краснодаре, да? Ой, понятно. Ну, что там? А скиньте мне на этот самый, как его зовут? На WhatsApp, раз вы можете по WhatsApp. На WhatsApp скиньте мне все правовые, какие там есть юридические документы и что там. Нету никаких. Что никаких? Нету никаких. Ну, как понять, нету никаких? Ну, мы не банк, мы не брокер. И как нету? Вообще ничего нету? Вообще. Нормально, что? Ничего нету, просто какой-то человек звонит. Ну, как-то так, да. Ну, нормально, прикольно. Это что? Не, прикольно, в принципе, забавно так. Ну, я вам так скажу, люди у нас, прикольно говорите, люди у нас продают квартиры, пополняют свои счета и работают довольны. Ну, слушайте, к сожалению, к сожалению, лох он всегда найдется, к сожалению. И, к сожалению, этим пользуются, понимаешь? Я даже не знаю, что вам сказать. Вы их называете лохами, я их называю доверчивые люди, поэтому я тоже доверчивый, к сожалению. Нет, они их не лохи. К моему счастью, к вашему сожалению, я не был такой доверчив. Они их не лохи, я бы их не назвал лохами. Ну, как же не назвал бы, что вы говорите? Ну, говорю как есть. Вы берете, пишите финика отзывы. Вы берете, пишите финика отзывы и смотрите как много счастливых, довольных людей. Да, это понятно. Довольные люди. Ну, так а что вы говорите, что они лохи? Люди зарабатывают деньги, вы говорите, что они лохи. Да я-то, я-то, я-то их называю доверчивые, я не сказал. Послушайте потом. Ну, да нет розницы. Суть, вы понимаете. А вы их считаете лохами, понимаете? Ну, вот это ужасно, конечно. Нет, вы сейчас пытаетесь, не знаю, что сделать, но я их лохами не называю. Это вы сказали первое слово лох. А я вам сказал, что они не лохи. И если вы хотите в этом убедиться, открывайте финика, пишите, вернее, открывайте гугл, пишите финика отзывы. И читайте как много довольных людей. Вас как на самом деле это зовут? Скажите. Что-что? Да слышали вы, что я проспросил? Что вы переспросили? Как вас зовут на самом деле? Ведь не Артур, правильно. Какой-то вред у нас с вами начинается? Да нормально все, разговор. Хороший разговор, что-то. Ну, вы какую-то ересь начинаете говорить. Да какая ересь, друг, не что-то. Кислозлодейство. Слышали такое слово? Как? Еще раз, все. Кислозлодейство. Нет. Не слышал кислозлодейство. Ну, бредно же. Бред? Это почему бред? Ну, слушай. Да не, ну. Я вам сказал Артуру. Вы мне такие вопросы какие-то задаете. Ну, я просто то самое, без прикола. Я вам сказал. Послушайте. Так, Магомед, я вам тоже сказал. Вы спросили документы. Я вам взял, сказал, их нет. Я вообще пытаюсь обмануть или что-то. Не, не, не. Просто я, понимаешь, я где-то через 10-9 секунд, может быть, через 15-12 секунд после нашего начала разговора понял, чтобы разводняк очередливый. У вас на профиль. Прощенник. И как вы это поняли? Опыта много в разводняках? Ну, конечно, ну, конечно, что я. Конечно, много. Сами разводили? Ай, вопрос хороший, да. Я понял. Хорошо, было круто уделить вам 30 минут времени, а потом услышать непонятные бреды у разводняков. Всего хорошего. Продолжение следует.